РЖД РЖД мало денег, им хочется добавить еще, поэтому они повышали тарифы, повышают и будут повышать впредь. Сегодня, 31 марта 2013 года, на площади Ильича, этого великого экспроприатора, собралась группа активных граждан, для того, чтобы сказать, нет повышения тарифов, даешь национализацию, РЖД. Тарифы будут повышены, это решено. Но вопрос, как гражданам ездить, допустим, из Подмосковья в Москву на работу? В Подмосковье-то работы совсем нет, и только на дорогу приходится отдавать до третьей зарплаты. Сколько придется отдавать теперь? 50%? 60%. А что делать тем же студентам? Ездить зайцами? Но хищной монополией все равно. Ее цель – сверхприбыль. Я, как пассажир, который регулярно ездит из Москвы в Подмосковье, да, и в другие города, я с этим постоянно сталкиваюсь, то, что тут два варианта. Либо плати баснословную сумму за проезд, либо бегай, как, не знаю кто, какой-то беглец, как преступник по этим вагонам. Тебя может спокойно ударить сотрудник ЧОП, если, допустим, ты забегаешь вагон, как заяц, да, он тебя начинает выталкивать. Мне год назад надоело все это терпеть, и мы с товарищами сделали такую акцию, тогда называлось «Зайцы больше не бегут», теперь это все разрослось. И вот целая компания уже, окупая РЖД, мы не будем останавливаться, будем идти расширяться до победного конца. Но ведь быть зайцем нехорошо, надо же платить за проезд, это же не честно не платить. Надо, но государство само создает такие условия, что люди становятся зайцами. Вот смотрите, они устанавливают эти турники, эти заборы, уходят туда баснословные бабки, вы же сами понимаете, что сверху идут еще всякие распилы, откаты, да. Чтобы не тратить эти деньги, достаточно просто снизить цену, и люди, количество зайцев сократится. РЖД проводит плановую приватизацию, собственно говоря, выделяются все возможные доходные, так скажем, подразделения, деятельности в отдельное акционерное, ну, что в общество, да, которые обязаны приносить прибыль. Если в советские времена фактически существовала практика перекрестного субсидирования перевозок, когда фактически прибыли за счет грузовых перевозок, они частично компенсировали убытки пассажирских, вот, то сейчас такая практика не, ну, имеет, собственно говоря, места быть. И сейчас поэтому пассажирские перевозки обязаны полностью компенсировать как свои убытки, так еще плюс приносить прибыль. Собственно говоря, единственным заслоном до последнего времени на пути увеличения тарифов на пригородные перевозки было то, что эти перевозки частично субсидировались из федерального бюджета и из бюджета Москвы и Московской области. Однако сейчас эта практика, видимо, прекратится, по крайней мере, известна позиция нашего премьера, который сказал о том, что дотации будут, ну, что резко снижены. Более того, известна позиция правительства, ну, что Москвы и Подмосковья, которые так же самое хотят избавить себя от этого, ну, что времени. Поэтому мы вполне, я думаю, закономерно ожидаем то, что в самое ближайшее время цены поднимутся. ЦППК, как нам стало известно, в последнее время продала фактически контрольный пакет в своих ценах, ну, что бумаг продали их структурам близким, ну, там, к известным частным компаниям, не будем, да, что называть, несут, короче, важные. И я думаю, что для частника главное извлечение прибыли, а не поддержание продвижного состава в хорошем состоянии, не введение новых, там, поездов и так далее. Независимый телеканал Политвестник ТВ. Скажите, пожалуйста, что вы тут охраняете? Чтобы не ломали забор. Чтобы забор не ломали? Кто? Забор не ломали. Ну, безбилетный бывает. Ну, кто заинтересован в этом? Чтобы без билета ходить. А что, их много? Очень было много. Уже ли среди москвичей много зайцев? Много. Может быть, это приезжие, но зайцев очень много. А вот сейчас опять повысятся тарифы. Как думаете, зайцев станет больше или меньше? Больше, я думаю. Ну, тогда и вас должно быть здесь больше. Ну, знаете, это уже не нам решать, конечно. Мы приезжие, мы нас наняли на работу. Мы по найму работаем. А вы никогда зайцем не ездили? Никогда. Вообще в жизни ни разу? Я сама из Нижегородской области. У нас есть зайцы, но я не ездила никогда зайцем. Сама я родом из Мариэл. У нас там нет железной дороги. На автобусе не проехать зайцем. Недаром у нашего народа любимая песня. Песня про зайцев. Эх, ее быть да гимном нашей страны. А нам все равно, а нам все равно. Зайцев ловят, но они все равно проникают. Тарифы повышают, а зайцев становится все больше. И не удивляйтесь, если однажды лично у вас на голове вырастут зайчьи уши. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.